Многие считают, что воспаление легких ненамного серьезнее обычной простуды. Они заблуждаются. В пневмонии каждый год болеет примерно каждый сотый житель планеты. Для некоторых это заканчивается плачевно. При опросе выясняется, что больные поступают не в день заболевания, а обычно на 4, 5, 10 дней заболевания. Многие пытаются дома заниматься самолечением, то есть покупают сами лекарства или лечатся просто домашними лекарственными препаратами. Даже не обращаются к участковому врачу, а тем самым болезнь прогрессирует. И когда уже они поступают в стационар, оно приобретает уже тяжелый характер течения заболевания. Как известно, вот это воспаление легких, это инфекционные заболевания, то есть микробные. Разные микробы вызывают воспалительные заболевания в бронхах, в альвеолах или в самой интерситции, то есть в легочной ткани. Чтобы быстро вылечиться, нужно антибактериальную терапию назначить в первые дни заболевания, то есть было бы еще лучше в день обращения сразу, в период появления первых симптомов. Для граждан города хочу сказать, чтобы они обратили особое внимание на такие жалобы или симптомы заболевания, как повышение температуры, обычно больше 38 градусов, появление кашля, часто она слизистого, гнойного характера может быть, появление одышки, чего ранее не было, или усиление одышки у некоторых больных, и появление боли в грудной клетке. Своевременное начатое лечение позволит больному избежать появления осложнений, таких как флеврит, дыхательная недостаточность, сердечная недостаточность, сепсис, обострение или появление заболеваний почек, сердца и других органов. Особенно опасно это заболевания сердца и почек, часто присоединяются еще воспалительные заболевания и верхних дыхательных путей. Это гайморит, синусит, воспаление среднего уха, которое мы называем отит. Поэтому все эти заболевания требуют своевременного начатого лечения. Следует обратить внимание на своевременность обращения за медицинской помощью больным, кто имеет хронические заболевания, сопутствующие заболевания. Это сахарный диабет, это хронический обструктивный бронхит, заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания нервной системы после инсультов и заболеваний почек. У них пневмонии чаще протекают, боли тяжелее. В последние годы вирусные инфекции тоже проходят в более тяжелой форме. В городе мы лечили и от свиной пневмонии, и от птичьей пневмонии, и от других респираторных заболеваний. Одним из грозных осложнений тоже являются этих вирусных инфекций гриппа, тоже пневмонии. Эти пневмонии, они могут быть и с самого начала заболевания у ослабленных больных, и появятся они через неделю и через две недели. Не нужно заниматься самолечением. Только медицинский работник определить, нужно назначить то и иное лекарство в данное время. Особенно больные принимают бесконтрольно антибиотики. Бесконтрольный прием антибиотиков приводит в дальнейшем к снижению чувствительности антибиотиков к данным микроорганизмам. То есть возникает резистентность к антибиотикам. Чтобы такого не было, лучше принимать обильное питье, поливитамины, противовирусные препараты, соблюдать постельный режим, почаще проветривать помещения, соблюдать правила личной гигиены. Но если температура держится в течение 3-4 дней и состояние ухудшается, нужно срочно обратиться к врачу или пойти в поликлинику, или вызвать врача на дом. Самолечение и бесконтрольное лечение, конечно, пользы больному не приносит. Субтитры создавал DimaTorzok